Довольно много прямо просто брошенных отелей. При этом их не законсервировали ничего, даже не разграбили. Люди просто отсюда ушли, и всё. В продаже есть сим-карты, два мороженого доллара. У нас есть в продаже серебро. Вот так вот, друзья, всё, что осталось от былой роскоши. С ума сойти. Здесь был фонтан, даже остались какие-то папирусы. Никто даже не украл. Иконка, вот как Чернобыль. Куда мы летим? В Египет. Воу, 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 а зачем? Ничего себе, мы будем видеть настоящих рыб. Куда мы летим? В Египет. Зачем? Чтобы там купаться. Да, друзья, как рассказали Лена и Лёва, мы летим в Египет, чтобы нырять с аквалангом в Красном море. Раз, два, как лягушонок. Проверять алкогольные запасы в All Inclusive. Как вы думаете, за сколько эту бедуинку продают здесь? Гулять по району бедуинов. Будущее египетского футбола, вот. Для торговли наркотиками смертная казнь. За потребление от семи до пятнадцати лет. А также рассказать вам, как здесь относятся к туристам из России. Русские самые лучшие люди. Да вы что? А пока мы не начали, напоминаю, что 30% из вас смотрит этот ролик без подписки на канал. Подпишитесь прямо сейчас, не расстраивайте меня, Лену и Лёву. Что вы знаете про Египет? Наверняка многие вспомнят про фараонов, пирамиды и сфинксов. Только к нынешнему Египту это почти не имеет отношения. Нет, не переживайте, пирамиды всё ещё стоят на месте. Просто они вместе со сфинксом и фараонами — это наследие древнего Египта. От наследия и культуры которого в современной стране мало что осталось. Полторы тысячи лет назад началась так называемая арабизация Египта, когда его захватил арабский халифат. Сейчас именно арабы составляют от 75 до 85% населения Египта. А собственно египтяне, теперь их называют копты, остались в явном меньшинстве. Так что человек, который будет показывать вам наследие древнего Египта на экскурсии, скорее всего, никакого отношения к этому древнему Египту иметь не будет. Большая часть Египта находится в Африке, не считая Синайского полуострова, который принято относить к Азии. Именно здесь расположен Шар-Маль-Шейх. В 20 веке Синайский полуостров несколько раз становился местом войны между Египтом и Израилем. Первая война началась в 1947 году, за год до создания Израиля как независимого государства. Сразу несколько арабских стран начали войну против еврейского населения Палестины. Израиль стал независимым на второй год войны и вышел из нее победителем. В 1967 году состоялась так называемая шестидневная война. Израиль выступил против арабской коалиции в составе Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. За несколько часов 5 июня израильтяне уничтожили всю авиацию противника, а потом за несколько дней без проблем разбили их наземные части. В результате войны весь Синайский полуостров оказался под контролем Израиля. Спустя 6 лет произошла так называемая Война Судного дня. Коалиция арабов вновь напала на Израиль, поначалу действовала успешно, и египтяне теснили противников на Синайском полуострове. Но мобилизация израильской армии все изменила. Война продлилась менее трех недель, но к ее окончанию израильская армия была уже в 100 километрах от столицы Египта – Каира. Боевые действия остановились при вмешательстве СССР и США. Мирный договор был подписан только в 1979 году, через 6 лет после окончания войны. По нему Израиль согласился вернуть Египту Синайский полуостров. Большую часть своих поселений на полуострове израильтяне разобрали, но некоторые достались Египту. Например, поселение Афира, которое теперь и стало Шарм-аль-Шейхом. С тех пор отношения между странами удалось относительно нормализовать. По крайней мере, в Египте уверяют, что израильтяне без проблем теперь приезжают в бывшую Афиру на отдых. А с Израилем сейчас как отношения? Ну ладно, все. Они отдыхают у нас здесь. А израильтяне приезжают нормально? То есть с евреями проблем нет? Никаких проблем, они отдыхают у нас в разных отелях тоже. Ну просто вы даже не понимаете, что мы туристический город просто. Нам не важно, люди откуда, потому что люди, которые прилетели отдыхать, они прилетели ради солнца, погоды, моря, чтобы видеть что-то хорошее, чтобы забыть по поводу проблемы и все, что было в жизни. Поэтому мы должны относиться к ним тоже нормально и общаться с ними тоже с уважением нормально. Египет считает, что государство Израиль быть не должно или что? Я не говорю, что оно не должно. Им уже признавались весь мир. Весь мир признавался, что есть страна по названию Израиль. Но я верю, что в основном это была полостива. Или не так? Сейчас что надо сделать? Что надо сделать? Ничего не надо сделать. Если они хотят жить мирно, надо себя мирно вести. А Израиль ведет себя не мирно? Ну, как они себя ведут. Кстати, мы к израильтяне никакое плохое отношение не имеем. Поэтому они приезжают сюда и отдыхают. И египтяне знают, что это из Израиля приехали. Их обслуживают и все такое. Нет плохого отношения. Вы можете сказать плохое отношение к политику. Нам не нравится все, что они делают. Ну, хватит о политике. Пойдемте смотреть Шарм-аль-Шейх. Так, все удивительно быстро. Прошли паспортный контроль. Кстати, в отличие от Каира, здесь перед пограничным контролем не надо покупать визу. В Шарм-аль-Шейхе вам не нужна египетская виза. Вместо нее в аэропорту ставят так называемый Синайский штамп, который позволяет провести в курортной зоне 15 дней без визы. Но чтобы поехать посмотреть пирамиды или посетить Каир, про который у меня есть отдельный ролик визу, все-таки придется получить. А теперь проверим, как выглядит 5-звездочный отель в Шарм-аль-Шейхе. За аренду двух номеров на 6 дней я заплатил больше полумиллиона рублей. Что же там за дворец за такие деньги? Поскольку территория отеля очень большая, у них вот такие электрокары стоят и возят, как автобусы ходят по территории отеля. Благоустройство в стиле ЖКХ-арт. Люди, которые приезжают из России, им прямо вот близко к сердцу все эти петуни, эти однолетнички, эти корзины с цветами. Ну что, друзья, не без приключений добрались мы наконец-таки до отеля. И давайте посмотрим на мой номер. Тут у нас для стирки плечики, халат, тапочки. Здесь они положили всякие сладости, фрукты, сладости, орехи. И еще целая коробка со сладостями и цветы. Здесь такое кресло. Чуть не забыл. Тут есть кофе. Кофемашина. Кофейные капсулы тоже левые, не Nespresso. Ну, мини-бар, понятно здесь во всех этих home inclusive. Мини-бар бесплатный, пополняется. Пиво Heineken. Спасибо, что не какое-то непонятное. Белое вино, которое не уверен, что можно пить. Очень странная ситуация, друзья. На часах 11.06. Я вроде бы приехал в семейный отель. Все, кто вот в этом отеле, ну большинство, они все с детьми. 11.07. У них херачит какая-то дискотека, которая при закрытых окнах, то есть вот у меня окна закрыты, я не знаю, слышно ли сейчас или нет. Еще раз, весь отель уже спит. Там людей нету, там просто пустая, три каких-то бухих чувака там танцуют. Почему нельзя было красивое море сделать в другой стране? Почему красивое море идет с этой сраной дискотекой? Я не могу, ладно, все, я скажу, слушайте. Если вы считаете, что у вас лучший отель в Шарм-Аль-Шейхе, они так заявляют, и здесь по отзывам многие считают, что Rix с премиум Seagate это лучший отель в Шарм-Аль-Шейхе. Я плачу 50 тысяч рублей в сутки. 50 тысяч рублей в сутки. 50 тысяч рублей в сутки, еще раз. Почему за те деньги, которые вы берете с людей, вы не можете поставить нормальные стеклопакеты? Почему вы поставили самое дешевое дерьмо, которое просто никак не спасает от звука? Почему нельзя делать нормальную звукоизоляцию? Что если я хочу закрыть окно и я хочу спать, чтобы я не слышал вашу музыку, ваши сраные дискотеки, потому что я хочу спать. Я в аду живу, какой хороший отзыв. Менять от этих дискотек, от этой музыки, от этих ваших колонок и звукоизоляции у меня не отдых, а кошмар. Вот что еще не понимаю. Вот коридор моего этажа. Пятизвездочный отель, лучший отель в Шарм-Аль-Шейхе. Вот лестница, которая идет поедине на крышу. Я думаю, здесь будет проход на крышу. Но уже за углом становится понятно, что прохода здесь не будет. То есть тут какое-то жуткое пылище, дохлый краб, куча окурков. Ну и тут просто вид на помойку и закрыто калий. Так вот крыша выглядит от номеров. Нет никакого предупреждения. Мне кажется, я не первый, кто сюда случайно зашел. И почему не поддерживать порядок? Почему за углом должно быть насрано? Друзья, важная новость. Я нашел решение для всех, кто часто теряет второй носок. Вам больше не нужно складывать носки парами или стесняться носить разные. Мы разработали крутые носки без пары. Всего 12 разных носков. И они отлично сочетаются друг с другом. Больше никаких поисков потерявшегося второго носка. Теперь всего лишь нужно выбрать из 66 возможных вариантов. Сложно, конечно, но зато как увлекательно. Просто посмотрите на эти носочки. Я уже вижу, как вы думаете, надеть ли сегодня эти носки в виде дорожного конуса вместе с велодорожкой. Или вот, например, такие вездесущие московские трубы вместе с грязными реагентами. Так что советую планировать с вечера или полностью довериться случаю доставать носки просто вслепую. Объединять, миксовать. Любой вариант будет выглядеть очень круто. Итак, у нас есть два набора. Полный. В нем 12 разных носков. И небольшой набор из шести носков. В маленьком наборе у нас есть Илья Варлау. То есть я. Есть двойная сплошная. Такая вот буква М. Есть многоэтажка. Есть велодорожка. И есть такие вот потрясающие велосипеды. Рассмотреть все носочки поближе можно на сайте. Ссылочка в описании. Ну и помимо разработки крутого дизайна мы подумали и о вашем комфорте. Поэтому все носки длинные. Чтобы в них было тепло и все видели, какие у вас крутые урбанистические носки. А чтобы носки не сдавливали ногу, но и не сползали, мы вставили в них спортивную резинку. Она не очень плотная, но начинается от щиколотки и идет до середины икры. Поэтому давление распределено равномерно. Носить их будет удобно, никаких следов от резинки и передавленной кожи. Заказать носки можно в нашем магазине по ссылочке в описании. Ну и еще расскажите в комментариях, как долго у вас живут носки. Может нам сделать подписку на носки раз в квартал или раз в полгода. Насколько вам хватит 12 носков? Что же в первую очередь ищут россияне, когда приезжают в All Inclusive? Конечно, алкоголь. Я тоже решил посмотреть новинную карту в моем отеле. Немножечко о ценах на алкоголь. Поскольку здесь All Inclusive и алкоголь дают, по идее, бесплатно, то понятно, что бесплатно тебе дают египетское вино. Которое на любителя египетского вина, давайте честно. То есть, может быть, в мире есть любители и ценители египетского вина и, наверное, они кайфуют здесь. Но если вы любите вино не египетское, то вам будет сложно. Ты можешь за дополнительные деньги купить вино, которое не их местное. Мы тут выбрали вот это вот Кьянти. На Вивина у него рейтинг 3.5 и средняя цена 1229 рублей. А теперь, друзья, как вы думаете, за сколько эту бутылку продают здесь? 4 тысячи египетских фунтов или 18 тысяч рублей за такое столовое итальянское вино. 18 тысяч рублей. Конечно, после такого я решил поискать, где в Шарм-Аль-Шейхе можно купить алкоголь за более адекватные деньги. Ну что, сейчас очень важный опыт в Шарм-Аль-Шейхе, это пойти в Duty Free и купить алкоголь по какой-то более-менее адекватной цене. Мне даже интересно посмотреть, сколько он здесь будет стоить. Ну, учитывая еще раз, столовое итальянское вино за 10 евро, которое продается в Италии. Я думаю, даже дешевле, чем 10 евро. Здесь оно продается за 250. Да, ну тоже, слушай, ну, конечно, да, тут цены, то есть, 17-го года 46 долларов. Проблемы с алкоголем в мусульманской стране не удивляют, ведь здесь на него очень высокие пошлины. Налог на алкоголь 400%. Четыреста? Да. А в Duty Free можно купить только по бутылке на человека. Да, вас четверо, значит, только четыре бутылки. Возраст здесь не важен, они могут продать одну бутылку на один паспорт. Омар Хайям. Неплохое вино. Это хорошее. Ни в коем случае не берите обелиск. Вы как итальянец рекомендуете это вино? Ну, конечно. Это не такой уровень, как, может быть, обычно вы берете. Но оно очень неплохое, если запивать им какую-то еду. Вы сами его пьете? Пью и использую его для готовки. Омар Хайям можно пить. Ладно, раз с алкоголем не сложилось, пойдемте нырять не в бутылку, а в Красное море. Там намного красивее. Но сначала, конечно, нужно пройти инструктаж. Костюнчик самое модное, шар называется. Австралийские технологии. Это тебе пиджачок. А, это мне пиджачок? Да. Так, наши ящички, завтра их отвезут на корабль. Завтра мы встречаемся в порту утром и пойдем снимать какие-то красивейшие рифы. Так, мы на поверхности, нам нужно проверить, достаточно у нас веса, чтобы уйти под воду. Как я это делаю? Я ногами не двигаю, руками не двигаю. Да, я просто перед вами. Завалят меня вперед, назад, на бок, как угодно. Главное висеть бездвижно. Мы стравлю весь воздух целиком и полностью до конца. Все, воздуха не осталось. Вот, ножки у меня не двигаются, ручки у меня не двигаются. Я делаю глубокий-глубокий выдох. Маленький вдох. Опять глубокий выдох. Маленький вдох. То есть, такое ощущение, что я играю на флейте. Акцент на выдохе. Зачем? Чтобы понять, соответственно получите, достаточно ли у меня груза, чтобы уйти под воду. Только не так, чтобы вы камнем упали на дно, да? А чтобы вы плавно, медленно ушли, макушка исчезла под водой. А на вдохе вы всплылили так, чтобы уровень воды был у вас на уровне глаз. Она сможет кто-то укусить? Все проблемы под водой могут произойти только от неправильного поведения человека. Если ты кого-то будешь кусать? Нет. Ты кого-нибудь будешь дергать за усы? Нет. Ты с кого-нибудь будешь снимать чешую ее хвост? Нору не лезь, руки не суй. Поверь, они тебя боятся больше, чем мы с тобой. В Шарм-Аль-Шейхе с пляжами не очень. И у большинства отелей пляжа нет совсем. Поэтому есть такие вот пирсы, по которым люди проходят какое-то количество десятков метров до прибрежного рифа. А там плавают с масками и трубками. Если нужно какое-то спокойное купание, то это только в бассейне. Кстати, именно поэтому здесь много отелей. На второй, даже на третьей линии, далеко от моря. Потому что на море люди возят какие-то рифы, на лодках, на катерах, где они ныряют. А если кто-то хочет позагорать, покупаться, они делают это около бассейна. Давай, Лена! Раз-два! Раз-два! Как лягушонок! Давай! Опа! Всё, ну и я пошёл с вами! Ха-ха-ха! Красное море считается одним из лучших в мире мест для дайвинга. Во-первых, это море относительно безопасно для погружения новичков. А во-вторых, здесь очень много разной подводной живности, благодаря обилию коралловых рифов. Рифы образуются из коралловых полипов. Это такие морские животные, больше похожие на растения. На Красное море приходится 6% всей мировой площади рифов. Кораллы дают другим животным укрытие и корм. А потому в рифах обитает примерно 25% всех известных морских животных и рыб. Конкретно в Красном море можно увидеть осьминогов, морских звёзд и ежей, акул, барракуд, мурен и ещё ту самую рыбу-клоуна из мультиков в поисках Нема. Музыка Как поныряли? Хорошо. Сразу в телефон, то есть море тебе неинтересно, там какие-то дельфины, горы, красота? Вчера нет. Нет ничего, да? Что ты видела, расскажи, ну какие им нужны эмоции, Лена, яркие, радость? Черепашку. Черепашку ты видела? Да. Вот дожили, друзья. Современных детей ничем не удивить. Зато старого мужика из Челябинска, он как ребёнок радуется. Так, сейчас. Радуется как ребёнок. Давай. Ну, Олег, как тебе дайвинг? Отлично. Вот. Барламу ловил по всему. Красному морю. Не, в общем, дайвинг шикарный. Шикарный. Мы сегодня два раза погружались. Видели черепах, злых мурен. Чего бы вы не видели? Самое главное в конце, потому что в конце мы увидели еду. Так, и вот нас зовут на обед. Значит, как выглядит обед на нашей роскошной яхте. Это потрясающе, невероятное не пойми что. О, это рыба. Это какая-то рыба. Очень вкусно. Это запечённый сибас местный. Просто потрясающе. Это кальмары. Тут у нас креветочки. Вот такие вот. Это у нас тут креветочки. Баклажаны. Помидоры. Хлеб. Макароны. Рис. И там наш повар. Вот он там. Да. Немножко по ценам. Сколько всё это стоит. Значит, аренда лодки. Если вы хотите, чтобы назвала private лодка. То есть, в принципе, на такую лодку, как у нас, здесь может быть 20-30 дайверов помещаться. Потому что я приехал с дочкой и с мамой. Они только начинают нырять. И я подумал, что им может быть некомфортно. Когда здесь будет много людей. Ну и мы решили скинуться. У меня товарищ прилетел ещё. И арендовать лодку только для нас. Чтобы никого не было. Стоит это 600 долларов в сутки. Аренда такой большой лодки. Здесь тебе готовят. Ну, еда дополнительная. В принципе, еда там недорого. У тебя команда. И ты спокойно говоришь то, что тебе делать. Всё полностью здесь под тебя. Время, куда идём. Сколько там ныряем. В общем, очень удобно. Очень удобно. Очень комфортно. Понятно, не дёшево. Но как иначе. А это мой глубокомер. Девочка, которая показывает. Сегодня была глубина 33 метра. Это у меня. Девочки, поскольку девочки, девочки, мама. Моя мама с моей дочкой. Они так глубоко не погружаются. Потому что у них начальный уровень. Вот. И они не могут так погружаться. Вам, наверное, интересно, как делают съёмки под водой. Сейчас узнаем. Первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно, баланс цветов. Потому что, как вы знаете, из курса погружения под воду после 5 метров глубины красный цвет теряется. А потом постепенно и все остальные. Потому что свет глубоко под водой перестаёт передавать эти цвета. Считается, что красный цвет исчезает после погружения на 5 метров. Но также нужно понимать, что когда вы делаете фото объекта, которые находятся в 5 метрах от вас, красный цвет тоже исчезает. Поэтому, чтобы сделать хорошую фотографию, нужно приблизиться к объекту, который мы хотим запечатлеть. Чтобы поймать на камеру красные и оранжевые цвета. По этой причине на большой глубине фотографы используют объектив FISH-I. Он позволяет приблизиться к объекту съёмки. А вот эта вспышка направляет свет на ваш объект. Это очень важно. И очень сложно. Ведь если подплыть слишком близко к какому-то животному, оно может испугаться и уплыть от вас. Поэтому подводному фотографу важно не создавать лишнего шума и двигаться медленно-медленно. Многие животные сами начнут подплывать к вам, если вы не будете делать резких движений. Потому что рыбы очень любопытные. Конечно, кроме дайвинга и алкоголя, туристов в Египте интересует ещё и еда. Особенно в All Inclusive. Но я предпочёл проинспектировать местные рестораны. Сначала те, что есть на территории отеля. Пару слов про рестораны. Тут есть один огромный ресторан по системе All Inclusive, вот этот буфет. А есть ещё, по-моему, десять или девять ресторанов, которые по меню. Они тоже бесплатны, но в них надо заранее записываться. Могу сказать, что ресторан People's, который такой международный, нам совсем не зашёл. Французский тоже не зашёл. Очень хороший турецкий. Неплохой, в принципе, рыбный. Гриль, вот этот барбекю, тоже так себе на троечку, который у них прямо здесь на газончике. А самый топовый, это бразильский. Они там действительно неплохо готовят мясо. И прямо было очень-очень вкусно. Поэтому, если будете бронировать, бронируйте турецкий и бразильский обязательно. После отельных ресторанов я решил посмотреть, что же ещё может предложить Шарм-Аль-Шейх голодному туристу. Такое вот кафе интересное. У них тут есть, собственно, два кафе. Это Санторини. Оно такое не очень большое, но повыше находится. И, собственно, вот кафе с таким старьём и коврами. Называется Фарша. Да, верхний уровень кафе разобран. И сейчас здесь что-то делают, ремонтируют. Ну, может быть, опять вернётся сюда опять кафе. Лучшее кафе в Шарм-Аль-Шейхе. Но мы там не ели. Мы выпили только пиво. Поэтому сложно судить. За две бутылки пива и коктейль у нас было 220 фунтов. 13 долларов. Ну, нормально. Кстати, в Шарм-Аль-Шейхе много настоящих итальянских ресторанов. Почему? Потому что некоторые итальянские шефы решают кардинально поменять жизнь и переезжают сюда. Для этого они переезжают в Шарм-Аль-Шейх? Да, например, один такой шеф работает в Жоливиль. Знаете, что такое мишленовские звёзды? Да. Он получил мишленовскую звезду. Вы даже не представляете, как он готовит. А готовить здесь очень сложно, потому что нужно понимать, что за ингредиенты вы используете. Здесь они очень отличаются. Конечно, вот тут помойка, куда они свозят весь мусор. Вот тут сейчас чувак с мешком её. Такая вонь стоит. А здесь лучше ресторан. Это нормально? Для персонала. Для персонала. Хорошо. А то, что рядом с помойкой, это нормально? Да. Здесь очень условные санитарные нормы. Ну, я предвкушаю. Всё, начинает запах свежих булочек, он начал перебивать запах помойки. А, и вот тут готовят уже вкусняшки. Ну что, лучшее в Шарм-Аль-Шейхе мы посмотрели. Теперь давайте посмотрим худшее, то есть сам город. Очень приятно себя ощущаешь, когда такие вот где-то издалека пасы тебя так немножечко теребят. Сразу вспоминаешь попытку заснуть в Риксосе в полночь. Поскольку Шарм-Аль-Шейх это не совсем город, это город-курорт. Практически всё здесь занимают. Это отели, люди едут из одной резервации в другую. Сколько точно отелей в Шарм-Аль-Шейхе выяснить сложно. Но один только Booking.com предлагает более 200 вариантов. Это при том, что по данным 2015 года население города составляло около 70 тысяч человек. То есть примерно по одному отелю на каждые 300 жителей. Пятизвездочных отелей в городе около 70. По одному на каждую тысячу местных. Что очень важно упомянуть, наверное, надо быть до конца честным. И тут вот местные жители, русские наши ребята, кто сюда уехал, они просили сказать вправду про Шарм-Аль-Шейх, что это очень классное место. Что здесь очень хорошо, что здесь очень круто. Сказали, что нам здесь обязательно понравится. Так что, друзья, начинаем наслаждаться старым городом. Приехали, кстати, менты сразу. Так, вот приехал чувак на мотоцикле, без шлема едет. Какой пример он подает подрастающему поколению? Олег, не мог бы ты еще раз показать доступность среды? Ну, как видно, да, с доступной средой есть проблемы. Но, с другой стороны, ведь можно подняться. Назовем это восточный колорит. Чтобы наши сограждане, которые уехали жить и работать в Шарм-Аль-Шейх, чтобы они не обижались. Красиво, красиво. У нас просили скачивать, что здесь красиво, да? Да. Хорошо. Здесь красиво. Вот люди ходят, вот туристы идут. Аль-Баба. Вот мне интересно, здесь они продают такие вот закрытые купальники, а наверху там прямо вот чуть ли не голая женщина. Конечно, при талибах такого разврата здесь не будет. Почему-то просто на тротуаре рамка. Засмотрим. Ну, все должно быть безопасным, действительно. Много египетских сладостей мы продаем по оптовым ценам. Халва, арахат лукум, финики с шоколадом. Олег, такой уже опытный шармовец. Я просто иду туда, куда бы один не пошел бы. Очень хорошо показано, как выглядит задний фасад. А вот сразу видно, как выглядит тупичок, куда не заходят туристы. Можно посмотреть, что с мусором здесь народ делает. Вот как засран просто двор жилого дома. Давайте насладимся двором жилого дома в Шарм-Аль-Шейхе. Просто помоище. Ну, то есть жители Читы могут сейчас выдохнуть. Мы нашли место, где мусора больше, чем в Чите. А, ну, конечно, камера, да. Чтобы был порядок, видите, у них тут висит камера наблюдения. Неужели у людей нет какого-то естественного желания жить в чистоте? Хотя бы в какой-то такой минимальной чистоте. Старый Египет. При том, что, конечно, никакого старого древнего Шарма-Шейха никогда не существовало. Здесь так довольно странно все выглядит, учитывая, что все благоустройство, оно такое похоже, что ты находишься в каком-то таком дешевом парке аттракциона. Тут все так что-то отваливается, там какие-то колонны. То есть если за угол зайти, начинается весь такой вот разваливающийся пизд. Обратите внимание, вот здесь можно купить не только сумки, но еще и пакеты. То есть можно купить пакет Chanel, Fendi, Louis Vuitton коробку и фоткаться с ними. Вот что и странно выглядит, чего я не могу понять, что если заведение работает, вот Vodafone, у них все чистенько и хорошо. А если кто-то закрылся, то будет просто адская срань. Почему нельзя как-то деликатно закрыться? Я где-то видел порно, которое так начиналось. Чувак такой, блин, явно не пилот. Девочка еще похожа на бортпроводницу, но чувак явно не пилот такой. Ладно, я должен сказать, мы можем? Я надеюсь, наши соотечественники, которые переехали жить в Шар-Ам-Эль-Шейх, они на меня не обидятся. Друзья, а вы не обращали внимания, какой тут срач? Особенно, кстати, это хорошо видно, когда ты идешь вдоль берега. И видно, что если берег принадлежит отелю, то они за ним ухаживают, они его чистят. Если берег бесхозный, там просто свален мусор, какие-то бутылки. При этом такое впечатление, что тогда просто мусоровозы приезжают, скидывают и уезжают. Там, где за этим следит египетская администрация, египетские власти, сразу помойка, срач. Ну, в общем, полный , который в принципе везде в Египте, да и не только, можно встретить. Можно сказать, что Шар-Ам-Эль-Шейх, как и Кургада, это наша всесоюзная здравница. Мы должны обратить внимание на пластиковые фонари. Прямо как в Липецке, в Шар-Ам-Эль-Шейхе тоже поставили невероятные пластиковые фонари. Но вообще, ты знаешь, я честно здесь хожу, и я не понимаю, что здесь вообще можно покупать. Наверное, кальян, те, кто курит кальяна, может быть, но они тоже какие-то все стремные. Просто, что здесь они из Китая все это барахло привозят? Что ты в Москву с Алиэкспресса тоже закажешь все это барахло? Там какого-то ребенка бьют. Кстати, очень интересно, когда ты идешь, на тебя так вот смотрят с жадным таким голодным взглядом и внимательно слушают, на каком языке ты говоришь, чтобы обратиться к тебе на твоем языке. А если ты идешь и молчишь, у них такое недоумение. Говорят, ну скажи хоть слово, чтобы мы поняли. Здрасте. Кожа рожа. Свои есть. Когда ты говоришь, все с тобой здороваются. А если ты идешь и молчишь, все так жадно вглядываются в тебя. Естественно, каждый человек, который приезжает в Египет, его очень легко понять, было ли у него боевое крещение или нет. Обманули ли его или еще нет. Потому что после этого он уже становится таким матерым, циничным. Его уже не проведешь. Но первый раз легко. Нас с Олегом в первый же вечер нам продали бутылку вина за 200 взят евро. И мы были такие еще зеленые, податливые, просто как тесто. И из нас сразу испекли гренки, минуя стадию хлеба. И хорошо видно по людям. Вот если человек ходит такой, у него сейчас глазки разбегаются. Он заходит во все магазины, все хочется попробовать. А это настоящий папирус. Ничего себе, давай купим чай. Разный. Вот. Только прилетели еще из аэропорта. Вечером, когда они принесут домой этот чай, этот папирус. Когда они поймут, на что они потратили деньги, уже все. Это больше не возможно ли. Они будут ходить такими злыми, закрытыми, с ненавием смотреть на все эти лавки. Потому что турист должен повзрослеть. Он должен обжечься в первый день, чтобы во второй уже не попадаться в ловушки. Ночной Шарм-Аль-Шейх выглядит, конечно, удивительно. Особенно, когда вам надо перейти дорогу. Ну, мы попробуем. Судя по тому, что люди ходят просто по дороге. Наверное, этот мостик предполагает, что здесь есть переход. Здесь должен быть переход, который они... Так, машины еще идут, подожди, смотри. Есть какой-то сумасшедший бесфар. В принципе, половина объектов в Шарм-Аль-Шейхе выглядит вот так. Это просто стройка, при этом большинство стройок заморожены из-за коронавируса. Денежки быстро закончились, и многие стройки сейчас стоят заброшены. Лёва мужественно идет по этому убитому тротуару. И мы идем в надежде найти какой-то магазин. Лёв, ты не устал? Нормально? Готов по магазинам ходить? Готов. Смотри, все развалено, Лёва. Посмотри, разбитые фонари и какой-то заброшенный черный отель. Я ушел. Лёва, ну вот мы... Обратно я тебе понесу. И вот это такой контраст, когда тут какие-то коробки, мусор, закрашенные какие-то стекла, разбитая плитка, вот эти закрытые магазины. Видимо, они ковид не пережили. Тут вон сухие пальмы. Вон все пальмы высохли, потому что их перестали поливать. В принципе, друзья, надо понимать, что Шарм-Аль-Шейх это отели, 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 отели. То есть бесконечные заборы, ворота и какие-то пальмы, въездные группы. И иногда попадаются торговые центры. При этом, если в дорогих отелях это все есть внутри, то если вы живете в не очень хорошем отеле, то вам нужно за этим выходить. А выглядит это все вот так вот. Майами мини-маркет. Экскурсия. Естественно, поскольку главный турист здесь это русский турист, все на русском. Шарм-Аль-Шейх давно стал таким же русским курортом, как Анталия в Турции или Паттайя в Таиланде. В 2014 году сюда приехало больше трех миллионов туристов из России. Так что в местном туристическом бизнесе по-русски говорят практически все. Чай не надо? Не надо, спасибо. Нихухри-мухри. Хороший чай? Нихухри-мухри. Россия? Я тоже египтиян. Очень приятно. Видео меня, видео меня. Откуда вы приехали? Из Москвы. Это видео? Да. Здравствуйте. Добро, аккуратно, Россия. Слава, Россия. Русско-арабийская дружба. Посмотри, Нихухри-мухри. Это магазин Вова. Магазин Вова. Дегустация всех видов чаев. Добро пожаловать. Футболка СССР. Россия? Да. Русско-арабийская дружба. Случай, Россия. У нас русские самые лучшие люди в Шармиче. Да вы что? Ну вот, видите. Это наш магазин. Сувенир. А нам ничего не надо. Мы просто смотрим. Смотрим? Да. Просто черные книги. Не-не-не. Барабан? Какой тебе нравится, Люка? Маленький. Вот маленький, да? Сколько стоит барабан? 250. 250 фунтов? Ты знаешь сколько? Ты ругаться. Ты знаешь сколько? Это бабушка. 16 долларов за вот этот. Это кожа, друг. Это кожа, это дерево. Ну дорого ведь. Хорошо, сколько тебе хочу барабан? Это как Максим, мне тоже два мальчика дома. Сколько тебе хочу барабан? Я не знаю. Честно, я вообще не хочу его. Лёва, ты хочешь этот барабан? Да. Ты уверен? Лёва, скажи нет. Лёва, мы должны торговаться. Ты должен сказать не хочу. Если он хочет, можно... Подожди. Лёва, ты должен сказать пошли отсюда, хочу уйти. И тогда нам сделают скидку. Хорошо, скидки будет. Сколько? Слушай, я думаю, смотри, вот реально цена ему, ну наверное, фунтов 50. 50 долларов? Нет, фунтов, фунтов. Ты, извините, ты откуда? Из Москвы. За 100 я могу его взять. Извините, хорошо, 210. 100. Хорошо, можешь там манить? Нет, не надо. Потому что тебе первые туристы 2,200. 100. Друг, правда думаешь, это как машин, ты первые туристы. Это 11 долларов, только для тебя. Да не, он поиграл, он завтра его выкинет. Да, я вам как видит, это позже, друг. Лёва, ты прям будешь в него бить, да? Да, это вообще не сломает, это хорошая, друг. 100 фунтов. Ладно другу, 170, потому что... Давай, давай, смотри, 100, ну или мы сейчас пойдем посмотрим, у кого-нибудь за 100 все равно найдем такой барабан. Да, хорошо, друг, 150. 100? 100? 100? Ну давай 100, ну пригоди, ну. 150, это 2 доллара, 2 доллара. Потому что тебе идите и первые туристы. Держи, Лёва, все, мы купили барабан. 110, все, давай, 110. 130. Никакие 130, все, давай. 130. 110, мы сказали. Нет, 130. Это какой... Нет, какие 100... Ты сказал 100, ты сказал 100. Макара тоже деньги. Сколько берет, там берет 3% эквариум. Сколько, сколько, это много торговаться, не 200% это как мой сын. Так, смотри, 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 давай, подожди, 115 и все, нет, мы пошли. 115 и то я уже просто, потому что, потому что мы уже стали друзьями, пока торговались. Нет, 130 нет, невозможно. 115. Могите торговать в моем магазине, есть 150, я сказал, визит тебе будет 130. 115, идет, нет, все. Хорошо, ни тебе, ни мне, 120. Нет, ни тебе, ни мне, 115. Я хотел... Извините, ниже мод, ты бирби турист, я хочу работать, а так будет нехорошо. Хорошо, 120, все. А где туристы? Ты не похож на Россию. А на кого похож? Китай. Китай? А они торгуются? Наши люди в Египте сильно любят. Люди России. И знаешь, русские очень добрые люди. У нас учили наша история Россия в школе. Россия все время помогает Египте. Поэтому все Египте, люди, знаешь, это Россия страна, очень хорошие люди и очень добрые. Спасибо. Пожалуйста. И давай привет, ваш президент и Бутин. Все, Лева, идем в гостиницу, да? Закончился наш шопинг. Главное, на этих разбитых дорогах не споткнуться. Ну, кстати, действительно, Египет это, можно сказать, наша родненькая. Красноморск. Красноморск. По крайней мере, здесь действительно все говорят по-русски. А если вдруг кто-то не говорит по-русски, сразу найдется человек, кто говорит, и вам его приведут. И в отелях, и такси, и тем более все магазины. Конечно, от уличных торговцев всегда ждешь подвоха, тем более в туристическом месте. Но развести в Шарм-Аль-Шейхе вас могут где угодно. Так, хорошо, поскольку ты работаешь с туристами, ты наверняка знаешь, как разводят туристов. Да, конечно. Так, ну давай рассказывай, как разводят туристов. Многие туристы в шоке, что развод начинается прямо в аэропорту. Как это удивительно для Египта. Потому что они не ждут, ну как бы, они знают, что тут их разводят, но то, что это будет происходить сразу, как только они сошли с трапа самолета, они такого не ожидают. И там частенько, например, в аэропорту могут взять деньги за то, чтобы заполнить, помочь вам заполнить миграционную карту, за это вас попросят деньги. Крупные туроператоры, у них такая схема, что вот, как только турист сходит с трапа самолета, ему начинают внушать и рассказывать, что вот только отель Дегиты, там, представитель компании туроператора, который вот в такой униформе, с таким бейджиком, это ваш единственный такой друг и соратник, к которому вы можете обратиться. Все остальные люди, там, будь то работник отеля, будь то кто-то на улице, это прям воры, разводилы и так далее. Хотя, ну как бы, это не совсем так, просто схема такая, они включают, чтобы продать экскурсии, свои услуги навязать туристам, и не дать им выбора, найти что-то другое, какую-то, какую-то альтернативу, помимо представителей компании туроператора. А так, ну как бы в городе, например, идете, вы гуляете по рынку и к вам подходит там человек и говорит, вот мне нужна от вас там какая-то услуга, помогите, пожалуйста, мне нужно что-то просто там, чтобы вы помогли мне перевести. Или там напишите мне отзыв про мой магазин, я не понимаю, возможно, у меня что-то не так приводит вас к себе в магазин, начинает угощать вас чаем, начинает там активно с вами знакомиться, откуда вы, что вы, рассказывать о себе. И вот как бы вы уже с ним подружились, прям знаете про всю его семью и про его жизнь, и там о себе уже много рассказали, и выйти из магазина без покупки уже как бы многие наши не могут, им кажется, что это будет неприлично. Вы, кстати, заметили, что на улицах видно одних мужчин, куда же делись женщины? У многих туристов, которые прилетают отдыхать в Шарм, складывается впечатление, что здесь нет женщин. Потому что женщины, как правило, не работают в отелях, как обслуживающий персонал, только мужчины. И на улицах города тоже женщин, египтянок, ну вот если не заходить в такие районы, то их практически не видно. В маршрутках 90% пассажиров мужчин всегда. Сюда приезжают все на заработки, и неприлично, и не принято, чтобы там женщина или девушка уезжала из дома далеко, и жила в непонятных условиях, там где-то, где-то на заработках, как и здесь прерогатива мужчин. Вот, поэтому... А так женщины вообще есть. Они работают в школах, в поликлиниках, в каких-то, если семейных, бизнесах. Они тоже участвуют. В отелях, считается, женщине неприлично работать. Очень редко там девушки в СПА только работают, где египтянки, но к ним такое отношение, как будто они... Проститутки. Да. В общем, туристическая часть города похожа на Анапу. Везде беспорядочная торговля, плохое благоустройство и уродливая архитектура. Посмотрите, кстати, мой ролик про Анапу для сравнения. А я пока вам покажу, как в Шарм-Аль-Шейхе живут местные. Это вот дома, где живут местные жители. То есть, а строят, я так понимаю, здесь просто на песке, там ни инфраструктуры, ничего нет. То есть, они просто вот среди песка воздвигают, а потом какие-то деревья еще могут высадить. А сколько аренды квартиры здесь стоит? Смотри, какой район. Ну вот-вот-вот дома стоят какие-то непонятные, вот в таком доме. Нет. Здесь, в этот район, в доллар, например, где-то 20 долларов 250. Это такая маленькая однокомната, да? Нет. Две комнаты можно. Две комнаты. Но зависит от района. Ага. Да. Потому что есть другие районы. Однокомната или студию. Даже можно отплачивать 200 долларов. Среди автосервисов. Вы поняли, просто они делают здесь очень вкусная еда. Очень вкусная. Просто, да. Даже вкуснее, чем в 5-звезд ресторанах. Но если ты оставишь машину открытой, и так вот телефон положишь. Все, никто тронет. Никто не тронет. Я хочу сказать, что два года назад я клянусь с Богом, что я работал в Монте-Карло отеле. Я забыл, что машина открыта, у меня было 2000 долларов здесь. Как всегда, я отпускаю деньги здесь. И утром было все в порядке. Думаете, главный транспорт в Египте это верблюд? Но кто-то выбирает Fiat. Fiat. Вот смотри, взяли и украли с нашей копейки. Совет. С Жигули ведь. 2000 долларов. А он с машины едет? Fiat. 2000 долларов. Ничего себе. 1976 год. Посмотрите, друзья. Роскошный Fiat. Дизайн, правда, с Жигулей украли. Ну что здесь с итальянцев? Не могут ничего сами придумать. Вот так вот выглядят улицы этого потрясающего района. Это вход в подъезд, да? Какой подъезд? Вот это, в подъезд, там же люди живут, да? Нет, это дом, это магазин, где они ремонтируют машину. Они отправляют мне вещи. Просто роскошная улица. Конечно, так с виду непонятно, где мусор, а где еще что-то они используют. Сразу удобно, работа внизу, да? Да. Что-то делаешь. Буду дома сразу. Открываешься для себя любой бизнес. Снимай. Не открывайся. Будущее египетского футбола. Вот, пока родители перебирают двигатель, дети гоняют мяч. О, а вот наконец-таки оригинальные Жигули, а не эта итальянская реплика. Официальный сервис Hyundai Sharm El Sheikh. Гарантийное обслуживание, тюнинг и в принципе сбор любого автомобиля из имеющихся запчастей. Т.е. тут жил начальник бедуинов. Пальмы порубили на дрова. Пальм нету, все. Такой вот бассейн у человека был. Но при этом вот так растащили относительно гуман. Плитку не сняли, кухня вон даже какая-то там есть. Ограды, вон есть камень. То есть это же все можно, камень дорогой, ступени вон. Оградная лестница, то есть здесь еще есть что красть. Кухню тоже не забрали, но ее немножко подожгли. А почему этот дом забросили? Ну, по-моему, неофициально строили просто. А, то есть они его неофициально построили, а потом бросили просто и все, да? Да, да, да. Так, а здесь какой-то гигантский сканер, где они сканируют машины. Что они ищут? Ну, ищут наркоман, автомат, престоли. Оружие, да? Оружие, да. Еще один блокпост на выход. Ну, это выход. То есть ты выезжаешь как будто с военной базы какой-то. Да. Так. Слушай, ну очень странно. Район, который с мастерскими, он обнесен там заборами. Кучу военных, полиции, всех досмаривают. Что там на самом деле происходит в этом районе? Много что-то. Это бедуинские. Бедуинские? Все открыто. Открытые пустыни просто. Есть из них люди, которые нарушают законы просто и зарабатывают над этим. Потому что у них нет ничего больше. Больше всего из них, они не ходят в учебу, в школу, в университет. Больше всего оттуда они возят все. Ну, возят что? Наркоту, оружие что? Ну, не только. Вот разные. Наркотика, оружие. И полиция следит, чтобы это в Шар-Мальше в город не попало, да? Ну, конечно. Там есть уже этот забор, когда они настроили, они настроили. И там есть камера везде уже сейчас. То есть они хотят весь Шар-Мальше их обнести забором? Не весь Шар-Мальше из этого района. Шар-Мальше будет как дьюти-фри, похоже. Вот это вот наркотики продают, да? Или нет? Вот с темными окнами, да, был? Так, наконец-таки мы разобрались, как здесь обстоят дела. С наркотиками, потому что, ну, кому развлечение, но не долгое развлечение. Все очень просто. Как мы и предполагали, наркоту здесь продают бедуины. Вот эти вот тонированные пикапчики, которые там за забором ездят, вот они продают наркоту. И их не трогают. Хотя за наркотики тут говорят смертная казнь. Часто такое бывает, что на улице предлагают для туристов гашиш. Конечно, есть туристы, которые потребляют, есть туристы, которые нет. И иногда было такое, что турист подходит в полицию и говорит там, что это предлагает мне гашиш. Никто не будет рисковать свою жизнь ради каких-то копейки. Поэтому, что они делают? Хна со специями. Делают такое жесткое немножко тесто. И на него брызгают духи. Называют саятаген. Японские духи имеют такой же запах, как гашиш. И продают для туриста, как будто это гашиш. Если попадет в полицию и, конечно, там все это заходит в лабораторию, чтобы проверять там, все такое. Не находит там никакой наркотик. Поэтому отпускают человека. Какое наказание здесь находят? За торговлей наркотики смертная казнь. За потребление от 7 до 15 лет. И можно приехать в Шарм-Аль-Шейх, снять себе такой вот домик и ходить в ресторан. Но единственное, что вот смотри, знаешь, что мне не нравится? Везде вот грязно. Почему? Смотрите, это мусор от дома, например. Почему это все так выглядит? После дома, если кто-то приезжает здесь в 6 часов, в 6 вечера, они собираются весь мусор, который в районе. Ну конечно, все равно нет тротуаров, какие-то там кошки бегают по этому мусору. Все как-то вот так вот. Есть какие-то дома более-менее ухоженные, они там следят за деревьями, еще за чем-то. Ну и вот, видишь, ты выходишь, и у тебя все это нехит. Коридор для мусора. Коридор для мусора, да. Слушай, это не должно быть так. Что за коридор? Он не должно быть так, но просто люди, они как-то собираются, потом в утром что-то... Есть система такая... Ну вот это хороший домик. Вот это такой красивый. И вот красивый. Это чей? Это чей? Это египтяне. Это египтяне. Вот египтянин сделал себе красивый домик. И он мусор скидывает вот специально вот сюда, яму, он говорил, для мусора. То если в Америке что-нибудь на продажу, он будет вылизан, там будет какой-нибудь идеальный газончик, он будет вычищен, выдрючен, ну как машина в автосалоне. Люди разные тоже. Да, если в Египте что-то на продажу, это выглядит просто как заброшенная какая-то халупа. Там, по-моему, труп внутри лежит, его даже никто не убрал. Внутри чей? Так, это что за красота такая? Это итальянский дом. Итальянский дом. Ну да. Я смотрю, творческая семья здесь живет. Это итальянская, русская. Короче. Я понял. Жалко, я не понял, где из покрышек лебеди. Сад из цветочных бутылок. У немцев порядок. Смотри, немец, посмотри, поставил себе, во-первых, нормальную урну. Первая нормальная урна. У там дом тоже есть красивый египтянин, тоже не просто так. Нет, подожди, стоп. Египтянин сваливает мусор в яму. Я же тебе показывал. Немец эту яму закрыл фанерой и поставил красивую урну. Тоже немец. Смотри, какая чистота, посмотри, вообще. Просто идеально, да? Сразу, реально, сразу видно. И тоже, смотри, у немцев нормальный мусорный бак. У немцев красивый дом. А какое-то коренное здесь вообще есть население? Или это просто все, что только связано с туризмом? Все, что связано с туризмом, коренное население. Здесь только бедуины были до того, как начался строиться шарм 45 лет назад. Здесь жили только бедуины. И не то, что прямо здесь, а так подальше, немножко в пустыне, где Нувейва, там их больше. Да, сейчас нам показали, что бедуины живут за забором, за высоким. Ну, не все бедуины там живут. Для некоторых бедуинов государство строит дома, чтобы их как-то цивилизовать, забрать из пустыни, бесплатно предоставляет им неплохую жилплощадь, которую они, как правило, не используют. Они там почитают все-таки оставаться в своей привычной среде. И вот эти квартиры могут там перепродавать или сдавать. Новое поколение от бедуини стараются теперь жить в городах. Слушай, ну вот, знаешь, что меня в Египте вашем раздражает? И мы сейчас будем ругать. То, что вот у него есть магазин, да? Ну ладно, хорошо, он мог бы, по идее, здесь как-то убраться у себя в магазине, но он прямо перед входом в магазин, он делает помойку. Слушай, они убираются, они тут несколько раз... Да, я знаю... ...недельные мальчики убираются, но... Это он попозже вынесет, а потом через пару часов оно опять встанет. Нет, нет, я понимаю, ну слушай, ну можно же придумать место, где делать помойку, чтобы не было перед твоим прямо магазином. Вот там помойку. Вот видишь, он берет и кидает окурок и все остальное прямо перед своим магазином. Сейчас они уберут. Да не уберут они никогда в жизни. Уберут. Ну сейчас... Я понимаю, ты должна защищать. Да, они убирают. Просто как бы много людей, они потом обмышляют тоже сразу. Да я... Почему? Ну, то есть вот почему-то срать должен быть. Ты можешь такое представить? Я не знаю, где-нибудь... Говорит такое. Говорит. Где-нибудь в Швейцарии? Нет. Нет? А потому что тут ветер, тут другой менталитет. Другой менталитет. То есть для этого есть как бы задний двор, где обычно ставят мусорные баки и все остальное, но не перед входом в магазин помойку уже делают. Да не уберут. Да не уберут они никогда, что ты их защищаешь? Смотри, вот тут чисто, нормально. Где? Где? Посмотри, где чисто? Заходи. Где? Вон бумажка валяется. Где чисто? Подожди. Вот у него такая же помойка. Вот посмотри. Здесь не убирали со времен, со времен как отсюда израильтяне ушли. Вот по-моему последний был чистый момент, когда здесь были евреи. Все. После этого тут вот все. Так и да. Вот. Ну так бы сразу и сказали. Не, ну классно. Все-таки вот Махмуд Самир владелец Лакоста. Вот он где оказывается. Вот флагманский магазин. Мы-то думали, да? А вот он. Айфончик новый, не желаете? И айфончик новый здесь, последний можно купить. У меня по ощущениям, что здесь цивилизованно там, где менеджер это все европейцы. То есть когда там какой-то европейский менеджмент или хороший отель сетевой там, они у себя убирают. Но за забором будет обязательно насран. То есть та территория, которой занимаются вот, я не знаю, какие-то есть городские власти, это обязательно будет вот что-то такое. Прошли где чисто, а тут сразу опять какая-то разруха. Я не знаю, есть ли у Шармашейх вообще мэр? Есть. Ну, чтобы он как-то следил за какими-то общими пространствами. То есть если владелец магазина не следит за своей территорией, то будет полный бардак, разруха, и никто этим не занимается. Ну и вот какой-то недострой, который моментально превращается в помойку с какими-то там дикими животными, какие-то птицы, и все сюда сносит. Это что? Это дома, которые израильтяне строили. Куда-то? С узкими окнами, чтобы стрелять из них. Поралительные такие сооружения. Угу. Так. Это израильские дома у нас. И сейчас тут какие-то трущобы возникли. Да. Или это считается нормально, такая вот? Это самое дешевое. Это самое дешевое жилье. Очень красиво. Так, здесь уже что-то, видишь, они порушили, съехали, заехали. Ну вот этот же срач они у себя под окнами сами развели. То есть они просто выбрасывают из окна мусор и им окей. Возможно, не из окна выносят. Возможно, не из окна выносят. Вот бутылки. Смотри, ну слушай. Это же просто такая очень характерная история. То есть они покупают бутилированную воду, и они просто выкидывают ее себе под окно. Возможно, они так копают пластик. Светлана самый оптимистичный гид по Шарм-Аль-Шейху. У них не принято. Если ты не мусорщик, то ты не будешь сортировать и там сдавать. То есть не барское это дело. То есть барское дело жить. И когда у тебя просто под окном. То есть еще раз. Вот здесь живут люди. То есть это их вот дома. И они из окна. Просто как раз вот все говно они просто кидают себе под окном. Потому что не барское это дело. Просто убирать мусор. И как-то к нему ответственно относиться. Зато барское это дело. Жить и смотреть там не на газончик с пальмами и цветниками. А просто на помойку. Вот вход в квартиру. То есть это кажется, что здесь все заброшено. Нет. Здесь вот вход в квартиру. 38-я квартира. О, а вот у нас тут безбарьерная среда. Одна девочка вот помогает другой не убиться. Это кстати Национальный банк Египта. Вот. Обратите внимание, друзья. Банк. Это видимо была какая-то будка охраны. Не, ну роскошные виды. Не, издалека это все выглядит гораздо лучше, чем это выглядит вблизи. Старый город, друзья, чтобы вы понимали, конечно же это город не старый. Это просто нагромождение каких-то магазинов. Вот мечеть и все это больше похоже на такой египетский парк аттракционов, как и все здесь везде. На старый город лучше любоваться из действительно старого города. Смотри, я правильно понимаю, что вот эти вот израильские дома, это может быть какое-то единственное подлинное историческое наследие Шарм-Аль-Шейка? Да, одни из первых. То есть это вот хоть что-то настоящее и хоть как-то интересное с точки зрения, например, архитектуры. Значит я тебе как архитектор скажу, конечно, это не имеет никакого отношения ни к какой обороне, ни к каким крепостям и ни к чему подобному. Это имеет отношение исключительно к рациональному отношению к местному климату. То есть у них все технические помещения, всякие там кухни, туалеты и так далее, они выведены на солнечную сторону и закрыты, чтобы внутри был максимально комфортный климат. А с другой стороны у них террасы, большие окна, там где попрохладнее, шикарная смотровая площадка. Я даже, Свет, тебя не спрашиваю, почему здесь насрано, потому что ты мне скажешь, они обязательно это все уберут. Нужно время, они рано или поздно ее уберут, хотя вот я вижу здесь окурки с 90-х годов, тут еще... Не, ну ладно, честно сказать, редко где встретишь такой срач. Мы наконец-таки нашли здесь хоть немного какой-то урбанистики. Вот, потрясающие, роскошные израильские дома. И с точки зрения архитектуры это, конечно, лучшее, что есть сейчас в Шарм-Аль-Шейхе. Вот, действительно, подлинное историческое наследие. Очень неплохая архитектура, которая, конечно, в ужасном состоянии, потому что египтяне здесь все застроили, перестроили, сделали какие-то гаражи-шалманы из фанеры. Везде срачи мусор, но среди этого мусора мы можем оценить такую вот очень неплохую архитектуру для того времени, когда это строили. Ну тут такая же история, это люди из окна сортируют мусор. Судя по тому, что они здесь никак особо не привязаны, их не воруют. Как это вообще с воровством? Слушай, на машины не ставят сигнализации. Сигнализация на машинах чисто для понтов. Здесь как-то не налажен бизнес с угоном и разборкой автомобилей. Велики, конечно, иногда уводят, но не так часто. Здесь есть люди, они присматривают. Все вы знаете, как я люблю маршрутки. Эти маленькие вонючие коробочки, куда людей набиваются, как сардины в банку. Они колесят по нашим городам, устраивая пробки, хаос и аварии. Конечно, я решил опробовать и египетскую маршрутку. Маршрутки останавливаются на каждом шагу. Здесь есть остановки вроде как, но ее можно останавливать на вход и на выход в любом месте, потому что жарко и не принято. Тратить силы на то, чтобы куда-то там идти на остановку. Мне, кстати, нравится маршрутка, там своя атмосфера. Все, кто заходит, здороваются и вся маршрутка им в ответ отвечает. Тоже, да? Это маршрутка? Да. Сколько стоит маршрутка? Все зависит от дальности проезда. То есть, например, от старого города до Наама, наверное, 2,5 фунта. Если в Наам, то фунт. Так, нам не нужно? Он даже нам место уступил, да? Так, а надо дверь самому закрывать, да? Ну, можешь не закрывать, она сама закроется. Слушай, ну, мы едем в роскошной маршрутке. Роскошной жилой. Да. И ты, по идее, можешь... С ветерком. А из аэропорта ты можешь на общественном транспорте до отеля доехать? Нет, там далеко, там маршрутки редко ходят, и нужно из аэропорта идти на дорогу. Ух мало, и все равно как-то, скорее всего, попросят больше денег. На такси только. Ну так, в принципе, например, из отеля, если ты знаешь, куда тебе ехать, ты можешь там в город съездить на маршрутке. Да, без проблем. Многие туристы пользуются общественным транспортом. Общественный транспорт, да, и контор маршрутки? Да, и такси. Такси, вот беленький с головой. Такси, насколько я понимаю, они, как договоришься, они счетчиками не пользуются? У них есть счетчики, но они их под салфеткой прячут и включают. Ну, по счетчику тоже выходит достаточно дорого порой. Потому что расстояние в Шермальшейке, это, из одного конца города в другой 60 километров. Да. И хоть и за 60 километров ты не можешь там 3 доллара заплатить. Сколько нормальная цена, например, от Дриксеса до старого города? Ну, долларов, наверное, 15. Долларов 15. Если прям договориться, отойти чуть-чуть от Дриксеса, снять браслет, то можно за 10 уговориться. А, то есть главное, чтобы у тебя не было браслета. Браслет – это тоже такая важная история. По нему сразу понимают, из какого вы отеля, и, соответственно, если из дорогого, то с вас попросят больше денег. Смотри, как сиденье раскладывается на проходе. А если нам нужно будет выйти, то потом все эти ребятки будут выходить и нас выпускать. В последние годы туризм в Египте сильно пострадал. Все из-за катастрофы российского самолета А321 над Синайским полуостровом в 2015 году. Он летел из Шарм-Аль-Шейха в Санкт-Петербург, но пропал с радаров через 23 минуты после взлета. Ответственность за катастрофу сразу взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки ИГИЛ. Власти Египта и России сначала версию теракта отрицали, но после трех недель расследования глава ФСБ Бортников сообщил, что самолет упал из-за взрыва на борту самодельного взрывного устройства. 6 ноября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет. Регулярные рейсы в Каир разрешили возобновить только в 2018 году, а чартеры на курорты были под запретом до осени 2020 года. За пять лет без российских туристов бизнес в Шарм-Аль-Шейхе пришел в серьезный упадок, а пандемия коронавируса его усугубила. Три месяца просто не было самолетов, никаких туристов. И что вы здесь делали? Как выглядел Шарм-Аль-Шейх в эти три месяца? Такой был прям призрак, потому что его закрыли тоже для того, чтобы египтяне из Каира не приезжали. Для местного туризма, чтобы сделать эту зону такой чистой и безопасной. И вот плюс 40, 43 лета, и надо было сидеть дома. Поэтому сейчас на курорте хватает закрытых торговых лавок и заброшенных отелей. Очень много собак. Гриль валяется, лежачок. Это какой-то бар, видимо, был. Детский бассейн. Стуль. При этом, что интересно, его особо даже не разворовали. За последнее время в Египте было несколько проблем, которые довольно сильно ударили по туризму. Это революция, это теракт с российским самолетом, после которого Россия закрылась для Египта и перестала отпускать сюда туристов. И, конечно, это коронавирус, который тоже довольно сильно сказался на турпотоки. И не все отели, не все рестораны, не все бизнесы пережили. И сегодня, когда едешь по Шарм-Аль-Шейху, довольно много прямо просто брошенных отелей. При этом их не законсервировали ничего, даже не разграбили. Люди просто отсюда ушли и все. То есть диваны, даже мебель отсюда не забрали. Блин, магазин. Я вообще просто... Слушай, как это, знаешь? Вот как Чернобыль. Украинская водка. В продаже есть сим-карты. Два мороженая, доллар. У нас есть в продаже серебро. Вот так вот, друзья, все, что осталось от былой роскоши. Ресепшн. Дайте мне комнату с видом на море, пожалуйста. И чтобы голуби не срали на голову, желательно. С ума сойти. Здесь был фонтан. Сувенирный магазин. Придем даже остались какие-то папирусы. Никто даже не украл. Иконка. Есть сим-карты, водофон, рахат-лукум, кожаная сумка, две воды. У нас есть серебро. Бильярд, кресло. Даже бильярдные столы не забрали. Хотя они не дешевые. Сантехника вся на месте. У кого-то в этом отеле, возможно, был курортный роман. У кого-то этот роман, может, продолжается до сих пор. Кто-то ругался, кто-то дрался, кто-то спорил с немцами по поводу итогов Второй мировой войны. Сколько помнят эти стены. Но сейчас здесь только голуби, которые срут на дорогой камень. Здесь даже кое-где постельное белье какое-то. Не постельное, а какие-то покрывала остались. Вот потихонечку некоторые номера. Потихонечку начинают разбирать балкон. Ну и все благоустройство, все завяло. Если не ухаживать, очень быстро все обратно превращается в пустыню. Теперь некогда в шикарном отеле, только бездомные собаки. С собаками не пускали. А теперь собаки сами сюда пришли. Да, собаки? Собака, ну-ка, иди к сюда. О, в бар. Собаки, пойдем в бар. Такой вот бар. Проходите, собаки, садитесь на кресло. Собаки. Садитесь. Опа. Все, супер. А мы сейчас, друзья, нашей дружной компанией вышли пораньше, для того, чтобы по пляжу пробраться в заброшенный отель. Я не знаю, пустят нас, не пустят, будет там охрана или нет, я нашел на спутниковых снимках, буквально через километр от нас, заброшенный отель с высохшими бассейнами. Сейчас мы хотим туда пройти и посмотреть, что там. Я уверен, что он заброшенный. На карте заброшенный лет. Мы пойдем сейчас, мы сейчас будем исследовать. Большинство отелей на пляже выглядит, конечно, довольно стремно. Ну что интересно, практически нигде нет людей. Несмотря на то, что тут, конечно, вся территория прибрежная, она поделена между отелями, но проход свободный, нет никакой охраны. Ну, максимум они ставят какие-то заборчики в море, но они легко преодолеваются. То есть никто не запрещает ходить, никто тебя не останавливает. Какой-то народ даже бегает здесь вдоль берега, молодцы, спортсмены. Даже немножко им завидую. Что интересно, в большинстве отелей, которые мы пока здесь проходим, уже три отеля прошли, вообще нет людей. То есть абсолютно пустые пляжи, пустые лежаки. Еще можно обратить внимание, у каждого отеля есть такие длинные-длинные пирсы. Иногда он может там на сотни метров уходить в море. Это все из-за того, что здесь коралловые рифы и купаться нельзя по понятным причинам. Потому что мелко и кораллы, во-первых, вы их поломаете, во-вторых, они их поранитесь. Поэтому народ для купания идет по этому пирсу и ныряет там. Где заканчиваются, видите, отели, сразу начинается какая-то разруха, арматура торчит, какие-то бутылки. Вообще, конечно, удивительно, то есть вот они забросили отель, а даже не убрали с пляжа эти зонтики, он ржавые. Ничего, то есть там люди отдыхают, а тут какая-то просто полная разруха, ни заборчика, ни какого-то там баннера, ничего. Да, наш хитрый план не увенчался успехом. Не разрешили посмотреть эту гостиницу, но потому что мы действовали недостаточно аккуратно. Так вот она выглядит, мы посмотрим издалека. Кстати, видно, что все шторы на месте, то есть ее не разграбили, видимо, из-за уже как раз находится охрана. Может быть, они собираются ее реновировать. В общем, сразу, как только мы попытались войти на территорию, прибежал охранник. Прямо так, довольно быстро, то есть видно, у него опыт хороший. И сказал, что смотреть нельзя, при этом пытались договориться, он вообще ни в какую говорить, никаких договоров вообще нельзя. И сразу позвонил начальник, я так понимаю, у них где-то камеры, наверное, стоят, которые назовет. Сразу позвонил начальник и начальник тоже говорит, что отель закрыт, у него есть там владелец, и никого туда нельзя пускать, иначе там штраф, полиция и вообще, то есть ни при каких обстоятельствах. Вполне возможно, что они этот отель, может быть, продали или собираются как-то его реновировать, заново открывать, непонятно. Если соберетесь сюда, то, наверное, надо как-то осторожнее идти, чтобы не попасться на глаза охраннику. Потому что мы как-то в лоб пошли по центру, охрана сидит вот там вот в будке, и мы пошли вот по центральной части, где бассейны, а наверно надо было вот с пляжа, здесь вот есть соседний отель, вот эти вот ржавые зонтики, и, возможно, надо было вот здесь заходить с этой стороны, чтобы не видел охранник, и тогда что-то получилось. Ну это, конечно, просто обратите еще раз на потрясающий египетский контраст, то есть вот в 20 метрах от меня какие-то зонтики, лежачки загорают туристы, а здесь такие вот ржавые покосившиеся остатки от зонтиков, каркасы, просто мусор, который даже никто не убрал. То есть можно просто выкручивать эти зонты, чтобы они не портили вид, но, видите, никому нету до этого дела. А вот, кстати, такая прямо одна из самых дорогих заброшек. Это что? Голливуд, это такой парк развлечений. О, можно остановиться? Наподобие Соха. Да, давайте сейчас где-нибудь. О, давай посмотрим, интересно. Это была развлекательная площадь Голливуд. Ага. Вот фигурки вот эти, они так уже выглядят очень. Ну да, все подустало. И внутри там ничего нет, а туда привозят туристов, вот как просто погулять, чтобы на солнышке они погуляли. И потом через дорогу здесь в магазины с парфюмерными маслами, и там уже они что-нибудь покупали. А здесь с фонтаном ничего не работает? Раньше, да, здесь были классные фонтаны, здесь были лодки. И, в общем, классно было. Жизнь попала. И потом, когда российских туристов не стало, то есть все-таки шарм, ну где-то полгода такой был призрачный. Они возобновили там какие-то другие нации сюда полетные. Поэтому вот такая вот история с бедными динозаврами. А я так понимаю, таких проектов, которые тут открываются и закрываются, здесь достаточно много. Да, потому что здесь климат такой, что можно оставить спокойно на 5-10 лет стройку, и потом продолжить, потому что нет дождей, осадка прям очень, очень минимум. И такая стройка может сказать несколько лет. Заброшенные отели, которых так с виду достаточно много, они... Это может быть не отели, это может быть какие-то жилые комплексы или торговые какие-то центры. То есть как таковых отелей заброшенных, ну, меньше десяти. А стройки, которые вот так в городе, это какие-то компаунды. Очень часто у предпринимателей, которые там занимаются строительством, и там пропадает интерес. Либо там, ну, знаете, какие-то застройщики, какие-то темы, какие-то приоритеты меняются и перестают. Потом могут продолжить. Потому что все-таки климат такой, который позволяет не спешить. Вообще в Египте не принято спешить. И вот он долгожданный ад. После теракта 2015 года Росавиация потребовала от Египта усилить меры безопасности. Что сделала администрация аэропорта? Может быть прокачала спецслужбы или организовала нормальный досмотр? Нет, они загнали всех в очереди. Особенно безопасные в пандемии. Прямо на входе у тебя спрашивают, куда ты летишь. Если в Европу, то ты проходишь без проблем. Но если в Россию, то попадаешь в зал ожидания, где сотни людей стоят в очереди на досмотр перед всего двумя рамками. Учитывая, что одновременно отсюда в Россию вылетает по 5-6 самолетов, очередь получается огромная. Внимание, вопрос. Что вам мешало сделать не две рамки, а четыре, а пять, а десять, чтобы люди не стояли в этой гигантской очереди? То, что здесь происходит, это, конечно, издевательство над людьми, издевательство над российскими туристами, которые сюда приехали, и теперь должны с детьми после отдыха стоять часами в этой очереди. В каждую рамку, просто какая-то гигантская очередь, несколько сотен человек, очередь не двигается. Я не знаю, сколько мы в Днепр стоим, даже интересно, может быть час, может быть полтора. Я теперь понял, почему говорят, что в аэропорт Шар-Мальшех нужно приезжать за три-четыре часа. Мы приехали за три. Интересно, теперь успеем ли мы на самолет. Кстати, довольно забавно, периодически возникают конфликты и такие потасовки в очереди, когда кто-то пытается без очереди пролезть. К тому же стоим больше часа, я тут отошел, а очередь продвинулась наполовину. Конечно, все это вводит людей из себя. Кто-то пытается лезть без очереди, начинаются драки и ругань, в общем, полный ад. Так вот, женщина влезла без очереди, на нее все ругаются, но она все равно влезла без очереди. Причем этот досмотр ведет только на регистрацию, после которой паспортный контроль и, да-да, еще одна очередь, теперь уже на досмотр ручной клади. В общей сумме мы провели в аэропорту пять часов, во время которых постоянно наслаждались египетской безопасностью и гостеприимством. На часах семь часов. Мы сюда приехали почти четыре с половиной часа назад, пока нашли это. И за моей спиной очередные контроли, очередные проверки. Это просто какой-то кошмар. Здесь работают какие-то просто... Человеконенавистники. Как можно так организовать все эти досмотры? Мы столько времени провели в этих бесконечных очередях, просто скоты какие-то. Лена, ты, конечно, попадал в такие очереди? Нет. Четыре с половиной часа, мы еще даже не сели в самолет. Они продолжают устраивать какой-то цирк, они продолжают обыскивать, чтобы еще хоть раз я приехал в этот Египет, да никогда в жизни. Пусть они здесь сами со своими рыбами плавают, мы найдем другое место. Первая очередь у них на досмотр, который перед регистрацией. То есть вы еще даже не зарегистрировались, только вошли в аэропорт, и там какая-то гигантская очередь. Два с половиной часа. Да. И работает всего две рамки. При этом одновременно там 5-6 рейсов, все самолеты большие, еще там чартеры какие-то внезапные. И огромное количество людей проходит досмотр, где нужно снять ремни, и все вещи пропускают через рамку. При этом все эти очереди, вообще все очереди, которые есть в аэропорту, они исключительно для российских туристов, потому что египтяне говорят, что это требование российских властей. Хотя не думаю, что российские власти потребовали, чтобы было всего две рамки. После того, как тебя уже просветили на сканере и все досмотрели, еще один досмотр, когда у тебя вручную переворачиваются все твои вещи. И мы во всех этих очередях провели 4,5 часа. Вот через 4,5 часа после того, как мы пошли в аэропорт, мы сели в самолет. Это ни в одной стране мира такого бардака я не видел. И, конечно, египтяне делают все, чтобы к ним просто не летали туристы. И как страшный сон, обходили стороной этот бардак, который они здесь навели. Должен предзять, что нам еще повезло. Другие туристы из России сталкивались в аэропорту Шар-Мальшеха с еще более ужасным обращением. Я снимала видео просто для себя. Я смотрела огромные очереди и людей без масок, без социальной дистанции. И сотрудник аэропорта отнял у меня телефон. То есть он просто подошел, выхватил телефон, а мы стояли в очереди через ленту. То есть обратно к нему подойти я не могла. Он забрал мой телефон, сказал, что съемка запрещена и стал требовать мой паспорт. Я стала требовать обратно свой телефон. На мои замечания и на русском, и на английском он не реагировал. Я говорила, что это мой телефон, это моя собственность. Я снимаю в публичном месте. Соответственно, какие здесь могут быть ограничения. Он повторял только отдай мне паспорт, отдай мне паспорт. Ну и я очень сильно испугалась, потому что я была одна с ребенком. И остаться в чужой стране, ну не совсем дружелюбной стране, как я поняла по отношению сотрудников аэропорта. Остаться без телефона и без паспорта. Для меня это было просто вот ужасно. Я даже не могла представить, что я буду потом делать. Он стал пытаться смотреть видео. Естественно, они ничего не могли посмотреть. Потом пришел третий сотрудник. Они стали совещаться и обратились ко мне, что я должна удалить видео. Люди, которые стояли в очереди на контроль, стали мне говорить, девушка, удалите, извинитесь и загладьте конфликт, иначе они вас снимут с рейса и увезут в полицию. Это говорили наши соотечественники. Но это на меня, конечно, эффект вот в моменте произвело очень сильный. То есть я действительно испугалась, и даже я сейчас рассказываю об этом, мне очень страшно вспоминать это все. Они когда услышали то, что говорят люди из очереди, то, что вас снимут с рейса, вас отвезут в полицию, они говорят, ну вот да, да. То есть прямой угрозы мне не было, что мы там вот тебя куда-то отвезем, но по факту было все понятно, то, что им эта идея очень пришлась по душе. Ну и, соответственно, я сделала вид, что удалила видео, взяла телефон, удалила, показала им, что я удалила. Они еще сказали мне такую фразу, что если вы не удалите, у нас будут большие проблемы с Россией. Это сказал мне, он не охранник, он сотрудник аэропорта, я не знаю какой должности, они были в белых рубашках и с погонами. Может быть сотрудники пограничной службы, я не знаю, но это был не охранник. Да, это была его фраза, то, что у нас будут проблемы с Россией дословно. После многочисленных жалоб в интернете и совещания с Ростуризмом в Шарм-Аль-Шейхе пообещали ускорить процесс досмотра, а число рамок увеличить с двух аж до пяти. Но обидно, что впечатления от изумительного Красного моря были испорчены морем измученных людей в аэропорту. Теперь я даже не знаю, захочу ли я снова поехать на этот курорт. А вы напишите в комментариях, сталкивались ли вы с подобным кошмаром в других аэропортах. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Помните, подписочка — это ваш способ поддержать этот и остальные мои ролики. Субтитры подогнал «Симон»!